Здравствуйте! Сегодня с вами учитель географии средней школы номер один города Березовки Мажейка Нина Викторовна. Тема – Гомельская область. Гомельщина, як пишутся письменники, уникальный материк на величном обшары Славянщины. Тут на скрыжаване уплываў разностайных культур склалася адметная культурная традиция. И кожны, хто трапляе ў гэты край, назаўсёды становіцца палоннікам музыкі рэчак, сповядзі осенні лістоты, шапатценні спелых коласкоў. Гомельская область находзіцца на юго-востокі Беларусі і імеэт общі граніцы с Украіны і Расіей, а так жа Магилёвскай, Мінскай, і Брецкай областями. Недалеко от поселка Камарин находзіцца самый южний пункт страны. Площадь, наибо́льшій среді шести областей, составляет 40,4 тыс. км. квадратных. Вряд ли на просторах СНГ еще остался человек, который не слышал об аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. Часть границы после аварии на ЧАЭС оказалась в пределах зоны отчуждения. Гомельская область среди других регионов Беларуси выделяется наличием многих видов ценного сырья, применение которого в различных отраслях народного хозяйства определяет роль области как важнейшего региона по обеспечению экономики страны минерально-сырьевыми ресурсами. Почти во всех районах области есть сырье для строительных материалов цементные и легкоплавкие глины, силикатные и строительные пески, мел-строительный камень. Формовочные пески добываются на месторождении четверня Шлобинского района, а на базе месторождений строительного камня построен щебеночный завод Глушковичи. Есть в области также запасы коалина, глинистого материала, содержащего минерал коалинид. Главное месторождение – Дедовка, Березина, Люденевичи, Житковический район. Коалин используется для производства фарфора и фаянса, а также для отбеливания бумаги. Первая в Беларуси промышленная нефть была добыта в 1964 году около Речицы. Наиболее крупные месторождения – Речицкое, Осташковичское, Вишенское и Южно-Осташковичское. Разработано около 1500 торфяников. Наиболее крупные торфяные массивы находятся в Жлобинском, Речицком, Брагинском и Светлогорском районах. Огромное значение для Беларуси имеют калиные соли. По их запасам и добыче Беларусь входит в тройку стран мира. Разведанные месторождения – Петриковское и Октябрьское. Разведанные месторождения каменной соли – Мозорское и Давыдовское. Промышленные запасы каменной соли считаются практически неограниченными. Сейчас добыча соли ведется на Мозорском месторождении путем подземного растворения, а на Сторобинском месторождении – шахтным способом. Территория области размещена в пределах Полесской и Приднепровской низменностей с высокой заболоченностью и лесистостью. Встречаются моренные холмы и возвышенности. Наиболее крупная из них – Мозорская гряда. Широко распространены дерново-заболоченные, торфяно-болотные и пойменные почвы. Более половины сельскохозяйственных угодий занимают мелиарированные земли. Сельскохозяйственные земли занимают 33% территории, что значительно меньше, чем в других областях. Климат в регионе умеренно континентальный – с теплым летом и мягкой зимой. В результате потепления климат приближается к лесостепному. Зимой преобладают южные ветры, летом – западные и северо-западные. Годовое количество осадков колеблется в пределах 510–670 мм. В области – один из самых продолжительных в стране вегетационных периодов – 191–209 дней. Достаточно увлажнения, особенности геологического строения и рельефа создают благоприятные условия для формирования поверхностных вод Гомельской области – рек, озер, болот, прудов и водохранилищ. Речная сеть Гомельской области принадлежит бассейну Черного моря. По гидрологическому режиму реки области относятся к восточноевропейскому типу. Всего же по территории области протекает 29 рек, имеющих длину более 50 км. Основу речной сети области образует Днепр – крупнейшая река Беларуси, пересекающая Гомельскую область с севера на юг в ее центральной части. Протяженность предела Гомельской области Днепра – 400 км. Его главные притоки – Припять, Сож и Березина. Березина – единственный крупный приток Днепра, полностью протекающий по территории Беларуси. Длина Березины – 613 км, в том числе в Гомельской области – около 120 км. На территории Гомельской области насчитывается несколько тысяч озер, занимающих около 0,2% и общей площади. Однако размеры озер, как правило, незначительны. Озера различаются своими размерами, внешним видом и происхождением котловин. Крупнейшее озеро Гомельской области – Червоное, расположено в Житковичском районе в бассейне Припяти. Площадь его водного зеркала – 43,8 км2. Это третье место в Беларуси после озера Нароч и Освейского. Лесистость в Гомельской области максимальная и составляет 47,1%. Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65% всей лесопокрытой площади области. Распространены также березовые, черно-ольховые, дубовые, осиновые, еловые, грабовые и ясеневые леса. К особо охраняемым территориям в Гомельской области относятся Полесский радиационно-экологический заповедник, Национальный парк Припятский, заказники республиканского и местного значения, а также памятники природы. На территории Гомельской области располагается Полесский радиационно-экологический заповедник, образованный в 1988 году на территории Брагинского, Наравлянского и Хонингского районов, с целью осуществления комплекса мероприятий по предотвращению переноса радионуклидов, поддержания экологического равновесия, введения радиационно-экологического мониторинга флоры и фауны. На территории Гомельской области проживает 1,386,000 человек. Городское население составляет 77,69%. По плотности 30 человек на километр квадратный превосходит только Витебскую. По национальному составу преобладают белорусы более 88%, русских около 8%, украинцев более 2%. Основными видами экономической деятельности, определяющими развитие реального сектора экономики Гомельской области, является производство нефтепродуктов, металлургическое производство, производство машин и оборудования, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, химическое производство, пищевая промышленность и другие. В структуре промышленности лидирует производство нефтепродуктов 43%, металлургическое – 17%, пищевая – 16%. Главная отрасль специализации – нефтепереработка. В число валообразующих для области предприятий входит Мозорский нефтеперерабатывающий завод, производит почти половину промышленной продукции области, а также Белорусский металлургический завод, который находится в Жлобине. Он производит почти 100% стали и проката в стране, стальные трубы, металлокорт и другую продукцию. Ведущие отрасль машиностроительного комплекса Гомельской области – сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, электротехническая, радиоэлектронная промышленность, приборостроения. Имеются предприятия судостроения и судоремонта. В состав химического комплекса Гомельской области входят предприятия химической и нефтехимической промышленности. Гомельский химический завод производит практически все фосфорные удобрения страны. Гомельский завод химических изделий выпускает резиновую обувь и другие резинотехнические изделия. Также работает завод пластмассовых изделий, выпускающий товары народного потребления. Предприятие Светлогорским Волокно выпускает химические волокна, а Калинковичи – моющие средства. В области работают десятки производств, осуществляющих лесозаготовку, лесопиление, деревообработку, производство деревянной тары и строй деталей, фанеры и мебели. Имеются предприятия по производству целлюлезы и картона, бумаги, обоев и другой продукции, получаемые на основе древесины. Центр целлюлезно-бумажной отрасли – это Светлогорск, где работает единственный в Белоруссии целлюлезно-картонный комбинат «Добруш», в котором действует бумажная фабрика «Герой труда». Гомель, располагающий обойными фабриками. Основные центры производства мебели – Гомель и Речица. Фанеры – Речица. Единственный производитель в стране фарфора фаянсовой посуды «Добруш», листового стекла – Гомель. Легкая промышленность с пистальными предприятиями – 8 марта. Мозырская трикотажная фаб-фирма «Славянка», Гомельское объединение «Коминтер» и другие. В Гомельской области развиваются отрасли пищевой промышленности – мясная, рыбная, молочная, молочно-консервная, маслобойно-жировая, кондитерская, плодовая овощно-консервная, хлебопекарная и другая. Самые известные продукции пищевой промышленности являются молочные консервы «Рогачев», выпускающие сгущенное молоко, сыры, сметану, кефир и другое, маргарин «Гомель», конфеты «Фабрика Гомель-Спартак», красный мазырянин в городе Наровле, сырное производство в Турове. В Мозыре функционирует «Мозырь-Соль», выпускающая различные марки пищевой соли. Значительная часть продукции этого передового предприятия поставляется в страны Западной Европы. Для привлечения инвестиций и создания совместных предприятий функционирует свободная экономическая зона «Гомель-Ратон», резиденты которой работают во многих городах области. Около 39% производимой в регионе продукции идет на экспорт. На внешние рынки предприятия поставляют изделия из черных металлов, нефти, молока, удобрения, пластмассу, машины и механизмы, древесину, целлюлезу и другие товары. Наиболее активно развивается торговля с Россией, Германией, Украиной, странами Балтии, Польшей, Италией, Китаем, Нидерландом, Казахстаном. Основные сельскохозяйственные отрасли – молочно-мясное животноводство, овощеводство, картофелеводство, а также неноводство. В области возделываются зерновые культуры, картофель, овощи, технические и кормовые культуры. Вокруг «Гомеля» сформировалась зона пригородной специализации сельского хозяйства. В структуре посевных площадей наибольшие площади занимают кормовые культуры – 56%, на втором месте – зерновые – 36%. По валовым сборам зерновых занимает последнее место в стране. В настоящее время площади посевов рапса и овощей увеличились, а картофеля и льна уменьшились. По валовому производству мяса и молока Гомельская область уступает многим регионам страны. Транспортный комплекс Гомельской области включает железнодорожные, автомобильные, речной, воздушные и трубопроводные виды транспорта. В местах пересечения транспортных путей сформировались крупные транспортные узлы – Гомель, Жлобин, Калинковичи, Мозырь и Речица. По протяженности железных и автомобильных дорог грузообороту область занимает одно из последних мест в стране. Крупнейшими железнодорожными узлами области являются Гомель, Жлобин и Калинковичи. В грузообороте значительная роль принадлежит трубопроводному транспорту. Речной транспорт – старейший вид транспорта на территории Гомельской области. По Днепру проходил участок знаменитого средневекового пути из Варяг в реки. Речные порты – Гомель, Мозырь, Речица. В настоящее время в Гомельской области насчитывается около 30 колледжей и лицеев, 6 высших учебных заведений. Главным туристическим маршрутом юго-восточного региона Беларуси является Золотое кольцо Гомельщины, которое охватывает практически всю территорию Гомельской области. Данный маршрут проходит по 9 населенным пунктам. Выделяется Гомельская область по количеству памятников и музеев. Центр области Гомель расположен на юго-востоке республики на реке Сож. Является вторым по численности населения города Беларуси и первым в области по количеству достопримечательностей. Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции формируют предприятия машиностроения и металлообработки, химической промышленности, крупные предприятия Гомель-Сельмаш, Гомельский литейный завод, Центролит, Гомельский авторемонтный завод, Гомельское производственное объединение «Кристалл», Гомель-Обои, «Спартак» и другие. Гомель – город с богатой историей, с удивительными памятниками архитектуры. Гомельский дворцово-парковый ансамбль – это исторический комплекс, который включает в себе важные городские достопримечательности. Дворец Румянцевых и Паскевичей, собор святых Петра и Павла, часовня, где покоится семья Паскевичей, зимний сад. Когда сельское хозяйство становится эффективным? Мы думаем, что это происходит тогда, когда ответственность производителя сельхозмашин завоевывает доверие аграриев. Видеть проблемы аграрного мира глазами тех, кто трудится на земле, всегда ставить на первое место их интересы, эти принципы, лежат в основе нашей работы. Поэтому уже девятый десяток лет наша продукция оправдывает ожидания покупателей. Более двух с половиной миллионов сельскохозяйственных машин, в том числе сотни тысяч кормоуборочных и десятки тысяч зерноуборочных комбайнов – таков результат нашей работы за эти годы. Мы работаем для тех, кто снабжает продовольствием растущее население нашей планеты. Оптимальное соотношение цена, качество, производительность открывает нашим машинам дорогу на мировые рынки. С каждым годом расширяется география наших продаж. Нас знают в разных странах, на разных континентах. Гомельский дворцово-парковый ансамбль «Жемчужина архитектуры XVIII-XIX веков» – образец русского классицизма. Он возвышается на крутом берегу реки Сож, утопает в шелесте вековых деревьях, аромате цветов и открывает перед нами живописные виды. Этот красивый ландшафт был подарен самой природой, Строительство же дворца началось в 1772 году по указанию генерал-фельдмаршала Петра Румянцева. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II вознаградила его деревенькой Гомей. Так, на месте старого замка магнатов Чарторийских в 1796 году появился новый роскошный дворец. Над его обликом трудились видные архитекторы того времени Алексеев Бланк Фельтон. Это событие сыграло значительную роль в развитии города. Жаль, сыновья Румянцева не смогли оставить наследников и продолжить династию, но многое сделали для Гомеля. По проекту известного английского архитектора Кларка к центральной части изящного дворца были пристроены два флигеля. В 1834 году Гомельское имение переходит к известному российскому военачальнику, кавалеру Георгиевского креста, генерал-фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу, светлейшему князю Варшавскому. Он приглашает одного из лучших архитекторов, Адама Ицковского. На месте правого флигеля строят 32-метровую башню, в которой обустроили апартаменты князя, разместили коллекции, военные трофеи и библиотеку. Именно там 7 ноября 1919 года и откроется музей. Одновременно с этим формировали романтический парк, завозили деревья, кустарники и экзоты из разных регионов России, разбивали аллеи, создавали беседки, фонтаны, устанавливали античные скульптуры. Весной в тюльпанах, летом в розах. Гомельский дворцово-парковый ансамбль прекрасен в любое время года. Это бренд города и всей Беларуси. В 2019-м музей будет отмечать свое столетие. Спешите побывать здесь и загадать желания под часами на башенке, играющими марш времен военных походов Паскевича. Анастасия Макеева, Сергей Курков. Специально для студии. Хорошего настроения. Мозырь – один из старейших городов Беларуси. Вписанных источниках впервые упоминается в 1155 году. Расположен на холмистой местности в пределах Мозырьской гряды. Население 112 тысяч. В городе действуют предприятия нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической отраслей, а также машиностроительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Мозырьский нефтеперерабатывающий завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, парафин, серу и серную кислоту. Мозырь-соль выпускает пищевую соль. Топливно-энергетическая отрасль представляет Мозырьская ТЭЦ. Неподалеку от города проложен нефтепровод «Дружба». Наша связь с морем длится миллионы лет. Теплые и соленые. Богатые минералами источник жизни. Но большая вода ушла, оставив после себя залежи соли. Эти подземные кладовые напоминают нам о том, что давным-давно на этом месте плескалось море. А соль стала нашей связью с прошлым. Особенность нашей соли в том, что она находится не на поверхности земли, а глубоко в ее недрах. Крупнейшие залежи соли на территории СНГ и Европы были открыты в Беларуси лишь в конце 60-х годов. На этом месте и появился завод по добыче соли. В 1982 году на Мозырьском солевом комбинате была получена первая вакуум-выворочная соль. Сегодня Мозырь-соль является одним из крупнейших производителей соли сорта «Экстра» в СНГ и Европе. Вдохновленные признанием наших покупателей, мы начали производство приправ торговой марки «Солера» на основе чистейшей соли. Эти букеты вкусов мы тщательно создавали на основе опыта и национальных традиций разных стран. На базе выворочной соли «Экстра» мы производим продукцию для комфортной жизни. Высокие технологии позволяют нашим покупателям экономить время, чтобы день за днем открывать удивительный мир вокруг нас. И в этом заключается наша миссия – делать жизнь людей яркой, насыщенной, настоящей, как вкус мозырьской соли. Жлобин стоит на берегу Днепра, на знаменитом историческом водном пути из Варяк в Греки. Население около 76 тысяч человек. Белорусский металлургический завод – крупнейшее предприятие этого профиля в Европе. Единственный, первый, лучший, крупнейший. Эти эпитеты применимы ко многим жлобинским предприятиям и памятникам архитектуры. Белфа – единственный в Беларуси и крупнейший в Европе производитель искусственного меха. В Красном береге воздвигнут единственный в Европе мемориал детям-жертвам войны. Этот памятник скорби называют детской хатынью. В основе создания уникального памятника – подлинная история времен Великой Отечественной войны. Там находился детский донорский концлагерь. Свято-Покровская церковь в Стрешине – памятник архитектуры классицизма. В Европе было возведено всего три подобных строения. До наших дней сохранилось только одно – в Стрешине. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне особенно запомнился тот весенний день 1944 года, когда изнуренных, ослабленных, можно сказать, живых трупов вынесли нас воины из лагеря при освобождении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...